Ехал, уже мне легче. Жена приехала? Да, слава Богу. Десятого, ты говоришь? Пятого. Она сейчас там помидоры закрывает? Да нет, мы вместе с ней. Я все закрою и выезжаю. Литров 100 ты закрываешь? Как минимум, трехлитровых. Одного томатного сока. Ну мы 50. И 12 литров вот таких. И вот таких, как пальчики. Помидоры. Палец и круглый. А мы только томатный сок и лечо. Лечо, это значит, мы закрываем сладкий перец. Я знаю, мы заливали раньше томатом, перец наталкивают туда, в банку трехлитровую. Это хорошее дело. Да, 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 мы сейчас закрываем. А ты не взял ее на оречку? Да не взял, потому что она и там немножко поковыряться хочет, а потом еще с кирочкой занимается. Кирочка и там ночь. Так там в конце края нет. Сейчас пока погода, надо ездить. Да надо, но мы поедем вместе в воскресенье. Когда внучка будет отдыхать. А жена говорит, а Володина, без жены, я говорю, то она, может, не приехала еще. Не, не приехала. Ну, ей нужно и с внучкой заниматься, и на даче. Она на даче. Я, представьте, я почти два месяца сам там все работал. И теперь надо наверстывать. Надо что еще? Наверстывать то, что она направляла. У меня случилось навесы сделать. Ну, наверстывать, наверстывать. А за сколько ты это купил, домик-то? Дешево. Где-то за 700. Я купил за, где-то за 700 долларов. А, а червяк, червяк, соседний дом купил за 600 ривней. Ну, не говори. За 600 ривней. Там, говорит, только за свет, ну, свет долго, 500. Понимаешь? За свет 500. А он за 600 усадьбу купил. Я где-то за 700 долларов вроде бы покупал. Ну, я сейчас не помню, если честно. Я помню, он стоил как запорожец. А запорожец так и стоил, где-то 700. Человек что-то не звонит. Вот вспомнишь, у нас с тобой запорожецы были. Почем они были? 300 бак с вами продал. 300? Ну, ты же уже бэушный продал. А новый где-то стоил 700. Да? Да. Там я бэушный лучше, чем новый. И у меня был хороший. Проверенный, блин. И у меня. А помнишь, как я? Я тоже с салона покупал. Кременской гнал, говорит, блин, я не думал, что он хороший, как Жигулия. Да какой там, как Жигулия там брешет? Кременской он такой сбрыхать недорог. Не-не-не, вот сейчас сядь, сейчас сядь на 40, ты сразу поймешь, что это говно. Да? Да. У тебя еще нет гидроусилителя руля, а если бы ты привык к гидроусилителю руля, то это вообще песня. Ну, можно же поставить. Да, не надо. Лучше сразу машину менять. Зачем ставить гидроусилитель руля? Менять, блин. Я же меняю машину, я продаю свою. В пятницу баба опять сказала. Все не как с Лисичанской. А ты же будешь брать другую? Другую, да. А что, машина ездит? Да, она уже старенькая, 8-го года, я хочу взять 15-го. Посвежее, 15-го, 16-го года. А сколько? Вот орел сын. Вот, вот, вот. А, да, 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 да. Красиво летит. Сейчас он открыл, как остановлю. Вижу, вижу. Представляю. Ага. Игорь видел? Все видит. Зимой они что жрут, интересно? Зимой они улетают. Куда? В теплые края. Этот улетает. А у нас остается только сокол и ястреб, и деревятник, ястреб-перепилятник. Улетают орлы, улетают конюки. Ну, орлы какие? Орлы и карлики. Улетает конюк, улетает коршун, улетает болотный и степной лунь. Понял? Ну, остается только ястреб-теревятник, ястреб-теревятник, ну, их еще копчики называют. Ястреб-теревятник, ястреб-перепилятник и сокол. Сокол они сейчас в городе, в городские они стали, понял? Но мы, слава Богу, их чуть-чуть убрали. Ты этот огоняешь подходил какой-нибудь? Никогда не подходят. Никогда. Значит, когда днем, иногда когда днем погоним, днем, днем подходит орел-карлик. Он что-то берет. Ну, да, берет. Берет, угольняет. Он у Паши-тракториста четырех уже забрал. Вот тут у тракториста? Да. А ну да, я посмотрю. Просто посмотрю. Ну, ты вот так можешь. Ну, давай. Не, просто посмотрю. Не надо, включает. А, я вижу. Ну, там под любой глаз можно подводить, ну, вот, резкость. Ножи. 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 Красиво? Красиво? Смотри, я тебе сейчас объясню, смотри, вот смотри сюда, видишь пляж, сейчас я их буду приближать, вот этой кнопкой, смотри, приближать, удалять, вот этой кнопкой, да не надо, я пока настроил, постираю все это, ничего, 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 а этот, как его, так ты аж вечером уехал, да? Да нет, в обед где-то, в обед, я рано приехал к нему, а ты дал трубку, червяк, а связь прекратилась, у него там вообще связи нет, блин, а мне кажется, тут ты, ты бросил пробку вроде, этот, нет, я алло, алло, блин, связи нету, понятно, он говорит, она бугру вообще не берет, понятно, да и меня в кудряшоке плохо берет, а тут, а тут унизу у него, значит, знаешь, как получается, вот он разворачивается как-то, я слова слышу, два нет, я ему говорю, она говорит, я сейчас встану так, как положено, становится, разворачивается он там и нормально я его слышу, а вот когда я с тобой, допустим, разговариваю, кого лучше снимать, баба или тебя? Ну, они увидели уже, да? Да, увидели уже. А когда ты будешь крутить их ночью? Вот когда они будут в воду уйти, ты сами, у них ягодицы хорошо играют, особенно у белой. Да, ну, у меня сейчас жена, я жену больше люблю, на этих можно только посмотреть, разве что. Она тебя пускает одного. Да я не спрашиваюсь, что с одного, я же с сыном. Ну, все равно. Я не спрашиваюсь никогда, никогда я не спрашиваюсь. Как при сыне? Я ее отпустил на два месяца за границу. При сыне, при сыне. Угу. Тебе не надо за женщину разговаривать, вообще, мое. Да ничего страшного, он понимает меня, он же пацан, он знает, что я люблю его маму и все. А это самое? Что? Этот, за границу два месяца, блин, это рискованное дело. Конечно. Она может остаться там? Да ты знаешь, если бы осталось, то это самое. Я бы был бы, я бы был бы счастлив, нашла бы себе нормального мужика там за границей. А ты? Ну, тут она мучается со мной всю жизнь. Это просто разговор. Не, она со мной всю жизнь промучилась. Она так говорит? Не, я знаю, она не говорит, это я знаю. Я знаю, Сергей Иванович. Пусть бы, хоть бы на старость нормальным мужиком пожила. А то это наказание. Я это наказание. Блондина, блондину не понравился, он мне другую подарил, соломенную. Говорит, сними ее, я тебе соломенную подарю. А я говорю, мне это нравится. Да, что, нормальная шляпка. Нормальная. Она издали хорошо смотрит. Да, а вблизи как-то пошарпана. Для мужчины, для мужика нормально. Я в этой шляпе пришел шашлыки жарить, а там бабы сидят. Мужчина в белой шляпе, идите сюда, я подхожу. А где? Наливает меня, говорю, у вас такая шляпа, вот там, мы жарили, сразу мне наливает, понял, стакан, говорит, выпейте с нами, выпейте с нами, я же за рулем. Я говорю, да нет, ну хоть мясо, говорит, поешь, понял. Ну, в общем, начали чуть ли не целоваться стали за этой шляпой, да. Слушай, ты не вздумай за рулем во рту пополоскать. Боже упаси. Там потом от них не вырвись, а по походе. Да не пью, я не пью. Я даже с похмелья стараюсь не ездить, Сергей Иванович. 10 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч, слушай меня, 10 тысяч баксов стоил торт. Аллы Пугачевой внука женился, торт стоил 10 тысяч баксов, а что за торт? Выше девятиэтажного дома, блин. Ну, там бутылка шампанского тысячу, а то им уже 10 стоить. Так что, что нам к их ним равняться, если они миллионеры? Ну, главное, они вот так вот не сидят себе чисто, вот как мы с тобой приехали, видишь, вот. Можем спокойно приехать на пляжик, посидеть, поговорить. Они такого себе не могут позволить. Там вокруг них всегда папарацци, туда-сюда, они нигде не могут выйти, понимаешь? Зачем сколько? Миллионы, зачем? Ну, я понимаю, там тысячи. А миллионы зачем? Куда их? Ну, человек уже привыкает зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать больше, больше, больше. А смотрит, а у того миллиарды, знаешь, думает. А я, может, и вода гоню, понял? Дальше что вы говорите? Ей же не растратишь. Там как-то не хотел. Это только выкидать их. Не-не-не, у некоторых есть планы. Вот один хочет, вот этот какой-то там Иван, Иван какой-то, американец, хочет построить корабли, чтобы они полетели на Марс, людей, на Марс запустить. Вот, видишь, можно и стратить, оказывается. Если цель задаться, понял? Конечно, если ты будешь сидеть тут со своей женой и никуда не это, они тебе не нужны. А если ты цель поставишь? Ну да. Сделать летательный аппарат на Марс. Понял? Полететь-то назад, где не возвратиться? Ну, не знаю, надо так взять, чтобы возвратился. Сколько их погибло уже? Да. Ну, сыну что-то рассказывает. Красивая женщина. Черная, красивая. Ну, полноватая уже, староватая, к сожалению. Старость берет свою. Значит, идут два мужика. Так. Ты его записываешь? Да. Анекдоты от Сергея Ивановича. Да-да, идут два мужика. Один другому говорит. Так. Ты знаешь, у меня любовница появилась. Так. А друг спрашивает, а сколько ей лет? Он говорит, двадцать. Так. А он говорит, ты дурак. Он говорит, а чего я дурак? Не старше восемнадцати. Что там деньги тратишь, что там одинаково. Так восемнадцать. Ты записал? Да, записал. Ну, все. Мне кажется, мы бы не ощутили разницу. Восемнадцать и двадцать. Это ощутишь разница двадцать и пятьдесят или сорок. Так можно. А восемнадцать и двадцать не ощутишь. Ястребов нету. Вот тут обычно они летают, вот эти здоровые. По восемь, по шесть штук срываются. Уже холода, уже начинают улетать. А ты там поставил машину возле моей машины? Да, возле твоей. Я приезжаю, говорю, вот это машина Сергея Ивановича. А сын говорит, нет. Я почему нет? Смотри, какие крутые эти колпаки. У Сергея Ивановича не может такие быть. Я говорю, ну ладно, пойдем сейчас узнаем. Смотрю, ты сидишь, говорю, увидишь, Сергей Иванович? Так что это его колпаки. Понял? Он говорит, не может быть. Я же эти... Как их? Какие? Колпаки подбирал долго. А, ну ты там такие понял. В магазине колпаки и не было таких, как я тогда хотел. Чехлы то же самое. Мы раз пошли в магазин. Десятый, двадцатый. И во автореале мы нашли вот эти... Автореал сайт или магазин? А, магазин автореал. Вот это у нас в спецкомендаторе. Угу. Он говорит, не подойдут они мне эти, не подойдут. Они не нравятся. Он повел меня в подвал. Угу. Понимаешь, чтобы подходил для салона, а не так, что... И для машины, чтобы подходили колпаки. А какой у тебя пробег у машины? Сорок тысяч. Ну, у нас с тобой одинаковый пробег. Я брал в восьмом, а ты? Не, я брал в десятом. А ты раньше, да? В десятом? Ну, моей одиннадцать лет. Угу. Угу. Ну, я не помню, в каком я брал. Угу. Угу. Я в восьмом, по-моему, брал я. Да. Она моя восьмого, но брал я в десятом. Она в салоне два года стояла. Угу. Угу. А потом её купил кто там? Кто? Я купил её. Она у тебя с нуля? С нуля. С салона я его покупал. Я один хозяин. И за сколько ты хочешь? Три с половиной. Три с половиной? Да. Семь с половиной? Три с половиной. Я её покупал за семь с половиной. За восемь. За восемь я её купил. Сейчас половина цены я скидываю. Даже больше, чем половина. Резина ещё своя. У тебя своя резина? Да. И у меня своя. Ну, пробег на шестьдесят-семьдесят тысяч. Смотря как ездить. Я очень аккуратно езжу. Я слепую. Ты же видел? Ты же сам видел. Я пятую почти никогда не включаю. Что? Ну, дороги у нас такие плохие были. Да. Нигде не включаю. А сейчас ограничение сделали. Пятьдесят километров. Когда же тут пятую включишь? Тебя сбивают, а мы на нас всё. Да. Это как ездили сто по городу, так или? Да. Да. Вот хорошо отдыхать. Хорошо, что мы на пенсии, да? Отдыхать можем себе позволить. Каждый день. Червяк, кстати, жена просила, чтобы он её привёз сюда. А он побоялся сюда ехать. Говорит, там могу машиной не встать. Надо на велике сначала поехать, узнать всё. Он немножко боязливый, понял? Ну, в новое место приезжать. А жена его просила. А потом они нашли там в Приволье частный пансионат в бассейном, понял? И пошли туда. Сначала сами пошли, потом его пригласили, понял? И начали туда ходить. Шестьдесят рублей там недорого. Шестьдесят рублей там из шести человек приходишь. По десятке. Час. Наверное, час. Я точно не знаю. Ну, там тоже столики всё для этого есть. Чёрная красивая? Ну, белая, мне кажется, лучше. Чёрная немножко и постарше, и уже такое. Пузечко большое. Ей бы похудать килограмм на двадцать. Она опять всё слышит?